Приветствую всех зрителей и особенно подписчиков. Это канал Максимум. Казахстан все еще во власти паводков. По теме попалось интересное и я бы даже сказал шокирующее информация, с которой хочу с вами и поделиться. Если задаться вопросом, а кто вообще за эти самые паводки в Казахстане отвечает, с кого спрашивать за такой прохлоп? И здесь наступает тот самый шок. За паводки и наводнения в Казахстане юридически никто не отвечает. Приведу вам немного инфы. Может показаться несколько скучно, но по-другому не получается. Итак, в статье 123 Водного кодекса указано, государственные органы, физические и юридические лица обязаны проводить мероприятия по предупреждению и ликвидации следующих, вот здесь конечно шикарный оборот, вредных воздействий вод. Наводнения, затопления, подтопления, разрушения берегов, защитных дамб и других сооружений, заболачивания и засоления земель, эрозии почв и водных объектов, образования врагов, оползней, селевых потоков и других вредных явлений. При этом, в законе о местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан таких обязанностей у акиматов нет. В положении о МЧС постановлении от 23 октября 2020 года номер 701 такой функции нет. В положении о Министерстве водных ресурсов и ирригации постановление от 4 октября 2023 года номер 863 указано лишь, что Министерство осуществляет контроль за выполнением физическими и юридическими лицами условий и требований, установленных разрешениями на специальное водопользование, а также мероприятий по борьбе с вредным воздействием вод, те самые наводнения, затопления, подтопления, разрушения берегов и другие вредные явления. То есть, за Министерством только контроль за борьбой с последствиями. Контроль. Но никто толком не отвечает. Вот такие дела. Недавно как раз выкладывал ролик на канал, в котором сообщал, почему всяко разные министры, Акимы, областей и регионов вообще не парятся про персональную ответственность за косяки на своих постах. Главное, по коррупции не попасться, а там и не страшно совсем. Ссылку на тот ролик оставлю в описании этого ролика и в первом закрепленном комментарии. Ну а после сегодняшней информации, так и вовсе тем самым министрам, Акимам и Акимчикам, теперь сама игра наступает перекидывать ответственность друг на друга. Вообще никто ни за что не отвечает и, стало быть, ответственности не несет. Найдут крайнего министра и отправят его, правильно, послом в какую-нибудь Австрию. На сегодня по теме паводков все. Кстати, небольшой анонс. Скоро на канале отношения Казахстана и России на фоне антироссийских санкций из-за ситуации на Украине. Что делает Казахстан и как реагирует Россия. И еще 10 лет, как Путин холостяк. Тоже будет весьма, как я полагаю, занимательный ролик. Кроме того, друзья, чтобы быть оперативно на связи, присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Он называется «Максимум интерес». Ссылку оставлю в описании этого ролика. В телеге там все анонсы новых роликов, опросы и куча другой разнообразной информации. И не только про Казахстан. Подписывайтесь. В описании ролика также будет ссылка на одноименное сообщество ВКонтакте. Присоединяйтесь. Там в основном уже без политики и совсем уж тяжелых тем. Больше развлекухи, юмора, интересных исторических событий и вообще общение без политики. Как говорится, все грани жизни, кроме скучных. На этом вроде все, чем хотел поделиться сегодня с вами. Будем на связи. И помните, не все так просто. Все гораздо проще.